здравствуйте друзья добрый вечер у нас сейчас 7 часов вечера 21 ноября и когда это видео выйдет на просторы ютуба у вас уже будет 22 ноября и это будет тот самый день когда мы со светланой покинули ссср в 1990 году и вот наступит 28 годовщина к которой я все это и рассказываю и я сделал плейлист в котором сейчас есть 9 видео это будет 10 сделал плейлист в котором идет вот эта история нашего отъезда я думаю что на этом видео мы как раз историю отъезда закончим потому что дальше мы может быть на какие-то еще темы опустимся там воспоминания но вот тему как уехали мы закончим сейчас по комментариям которые я вижу к нашим видео многие люди считают что вот эта иммиграция та волна в которой выезжали мы со светой то есть конец восьмидесятых действительно советский союз ну как бы потихоньку сыпался он тогда еще не сильно посыпался но уже как бы сыпался он гораздо сильнее посыпался уже там может быть через полгода через год ну в общем да было такое время как бы хотя это это же было и временем надежд я уж там не знаю чего ну действительно товары пропадали не знаю в общем допустим что страна сыпалась и вот эта вот волна связана была с тем что люди уезжали от неурядиц вот невзгод экономических и так далее я хочу сказать что даже если эта концепция частично справедливо то на самом деле львиная доля того что привело к массовому отъезду в это время совершенно в другом дело в том что вот развал советского союза или как бы ослабление хватки большевистской проявилось в том что горбачев согласился с тем что на него давили из соединенных штатов западным давлением согласился на иммиграцию слова иммиграция в советском союзе вообще не существовало последнее что мы так сказать знали из иммиграции это белая иммиграция белая иммиграция удрала из советской страны и вот эти белые иммигранты они там где-то что-то из ссср иммиграции не было не может человек из страны светлого будущего уехать куда бы то ни было слово иммиграция была запрещенным разрешалась разрешалось в порядке исключения при особых обстоятельствах с массой ограничений разрешалось воссоединение с родственниками вот с родственниками и сегодня когда уже опубликованы как бы очень многие вещи и вот мы читаем как они это все там определяли да значит там кого отпускать значит отпускать таких которые не призывного возраста вот допустим не могут служить в армии израиля например стариков каких-то сильно верующих каких-то с экстремистскими может быть взглядами каких-то оголтелых там и так далее то есть какая-то вот такая вот была фигня и к тому моменту о котором мы говорим выпустили из ссср в израиль там начиная вот с момента создания израиля то может быть 40 тысяч человек за 30 лет понимаете до 35 поэтому так по чуть-чуть был какой-то ручье где-то там чуть побольше где-то там чуть поменьше но к концу семидесятых ручеек этот потек на 90 процентов в сша а не в израиль вот и дальше там нужно было какие-то меры предпринимать и так далее и в частности вот давление со стороны ну как бы еврейского лобби да значит конгресса сша президента сша и так далее и так далее в восемьдесят девятом году горбачев разрешает иммиграцию в 1 октября восемьдесят девятого года ставят урну на территории посольства сша так чтобы она стояла прямо у забора и каждый мог закинуть в нее там свои эти анкеты и вот начался какой-то такой новый этап в иммиграционной жизни и тогда так вот что произошло советский союз разрешил иммиграцию желающих уехать было много всегда но последний раз можно было более-менее выехать просто из страны я не говорю иммигрировать вообще выехать уж с какой бы там ни было целью где-нибудь году так в двадцать девятом в тридцатом году страна захлопнулась до этого люди ездили на заработки кто-то уехать хотел уезжал многие ездили на заработки кто в сша кто в аргентину там кто еще куда ну если то там безработица была и в общем так была не очень хорошая экономическая ситуация еще не захлопнулась но в двадцать девятом году к 30 году захлопнулась и дальше вот дальше все дальше ты никуда не мог уехать и значит безусловно какое-то количество людей всегда хотела бы уехать но тут же еще начинается репрессии посадки гулаги и так далее так далее пошло и поехало очень существенное количество людей они не то чтобы эмигрировали они просто не вернулись советский союз из как бы сказать ну из немецкой зоны оккупации ну смысле из зоны оккупации западных стран англии франции соединенных штатов вот те кого угоняли на работы те кто оказался в концлагерях очень многим позволили не возвращаться хотя кого-то было такое что и домой отправляли тоже такое было но тем не менее очень многие не вернулись можете назвать это иммиграции как хотите назовите люди драпали но тут ворота открылись это первый момент который способствовал мы можем сказать что вот например было довольно мощный поток был эмигрантский в 70-х где-то 73 74 75 до 78 до до 79 до начала войны в афганистане вот был такой поток очень прилично по 50 тысяч а год уезжали вот они в основном как раз и ехали тогда в соединенные штаты и вот тоже был поток это была другая страна там но это невозможно сравнить с разваливающейся страной там где-то что-то нет она в советском социалистическом смысле было просто благоухающий в тот момент по сравнению с там с 89 или 88 просто благоухающий но люди бежали из нее и значит первый момент ворота открылись второй момент кардинально важный который не как важно исключительно важно понимать люди перестали бояться что они могут уехать и что-то произойдет вот я рассказывал как отец там как ему плохо было от одной мысли что он должен подписать мне письмо что он не имеет материальных претензий но мы-то помним истории когда люди которые подписывали это письмо как их исключали из партии ну пораньше не прямо сейчас их исключали из партии сухих увольняли с работы мы все это видели понимаете и тут люди вдруг поняли что за это ничего не будет они перестали бояться раньше было очень много отказов цеплялись вот ко всему ну вот ты где-то там работал и по работе может быть имел доступ к чему-то они говорят вот и ты там знаешь лишнего и не выпускают процент отказников из тех кто подавал был достаточно высокий ну там я боюсь соврать 20 25 30 процентов а вы понимаете что такое допустим когда тебе 30 лет или там 25 или там 42 и тебе отказали значит с работы тебя выкинули и никуда тебя не возьмут кроме вот там и стопняком день ну вот в жеке на это в магазине там винном например там ящики переносить тебя больше никуда не возьмут тебя не возьмут на инженерную должность тебя не возьмут учителем в школу не дай бог или даже представить себе страшно и так далее поймаете ты становишься изгоем родственники боятся они они перестают с тобой разговаривать и встречаться уже они боятся что им за это будет и это правда все было и вдруг вот два обстоятельства обстоятельства первое мы видим что начинают отпускать и второе мы видим что ничего за это не делают плохого не наказывают всех остальных можно сказать что это и другое то есть и отпускание разрешение эмиграции и нет не наказание причастных и их так сказать родственников это и другое является проявлением кризиса системы ее развал ее ослабление и скоро это вообще черти чем закончилась но но вот это все имело место быть давайте поэтому дело не в том что трудно ну трудно и трудно ну и слава богу что трудно но на самом ну и как бы ничего страшного нет ну когда а когда там было легко и о моем не в этом дело дело в том что вот возникла некоторая реальность которая раньше не существовало когда светлана рассказывала что вот родители которые так думали их махнуть бы черты матери отсюда но они не хотели ехать в израиль и и получается больше некуда еще в израиле хоть как-то можно было куда-то еще уже совсем как бы никак но плюс еще они по возрасту уже немножко там постарше были может быть им сложнее был так вот и вдруг возникает выезд в америку вдруг ты можешь в москве пойти пройти интервью на статус беженца жах и пошел без всякой ты вот израильской визы без всяких угроз исключение из комсомолов партии там и так далее просто раз интервью и советским паспортом почесал во как вот я же вам паспорт показывал вот мы с таким советским паспортом уезжали и вот это надо понимать об эмиграции вот этой вот пороговой 89 год с одной до 89 и после 89 вот 1 октября 89 года когда поставили урну и каждый мог туда бросить свою заяву вот это было кардинальным таким элементом когда мир изменился вот что касается если мы уже заканчиваем эту тему с еврейской иммиграции значит что произошло когда разобрались вот этой иммиграции там и так далее соединенные штаты а в стране есть квота на беженцев то есть не то что мы можем там миллионами принимать и не считая есть квота на беженцев и сказали вот там будет по моему 40 тысяч я боюсь там 40 тысяч на советских всех вместе не имелось ввиду евреев а там были и евреи и баптисты пятидесятники там и украинская там я забыл как точное название вот там какие то есть пару пару украинских церквей которые преследовались при коммунистах и так далее вот как бы но и все остальные тоже то есть любой человек мог но что произошло поскольку в этот момент уже рвануло по-настоящему и разрешили всем да то есть уже можно может мог ехать каждый значит они этой квоты фактически создали ситуацию когда из 90 процентов выезжавших евреев которые ехали в сша значит теперь уже ну то может быть не 90 но 80 может 85 процентов выезжающих евреев вынуждены были поехать в израиль просто потому что в сша было непонятно когда что чего когда и так далее это снова перестало быть также реально как это было вот когда то еще теперь что касается нашей волны я вам объяснял что такое по старым анкетам то есть это когда уже в москве принимали анкеты но еще до первого октября когда 89 года когда поставили ящик для всех значит разбираюсь восемьдесят девятом году с тем что делать вот с теми кто в италии сидит а с отказами и так далее так далее сказали так значит у нас есть два приоритета которые должны разрешиться к первому октября 89 года первый приоритет это люди которые в италии застряли это примерно 30 тысяч человек и второй приоритет это люди которые уже успели в москве наподавать своих заявок это было еще 40 тысяч человек вот эти 70 тысяч человек должны были заполнить квоты там на два года и они шли вперед поэтому получилось так что мы со светланой вот мы в июле подали бумажки там ящик забросили а в марте мы уже проходили интервью вот так получилось и дальше приоритет приоритет в вызове на интервью для иммиграции в сша отдавался тем у кого есть прямые родственники поэтому те у кого не было прямых родственников и те кто успел бросить в ящик там они вызывались ну скажем так существенно позже могло быть там лет на пять на шесть там насколько это позже хотя у меня такое впечатление что всех вызвали но в общем такая вот история так что друзья мы завершаем наш цикл вот на этом месте значит еще раз я повторю то с чего начал это было первое потому что стали выпускать и появилось понятие иммиграция просто как иммиграция они воссоединение семей и второе люди перестали бояться что их накажут за это родственников накажут там и так далее его и вот тогда рвануло наверное к этому уже в девяносто первым в девяносто втором в девяносто третьем и четвертом наверное к этому добавилось еще то что происходило в стране вот ее дезинтеграция и вот это кошмар это все добавилось но позже мы сейчас говорим о времени относительно спокойно а времени когда вот мы уезжали нам говорили ребята что вы делаете только только налаживается только-только мы избавились от этой сволочи наконец-то мы сейчас заживем смотрите что творится пойти мы мы уезжали совсем в другое время еще немножко до туго немножко до туго все счастливо и до скорых встреч а